Поэтому сейчас мы сделаем дуа, чтобы ты теперь был воскрешен вместе со своими новыми друзьями, с Кадыровым, с Даудовым, патриотом этим своим, с Будановым, Шамановым, Путиным, чтобы все вместе воскресли в судный день и чтобы ты вместе с ними отправился туда, куда им определит место Всевышний Аллах. Амин. Тут недавно, как вы помните, Ша Атурлаев давал интервью для ЧКТРК «Грязный». И сейчас на днях еще один персонаж, его зовут Аюб Хатаев, он тоже дал интервью. И это тоже одна из тем, которую я хочу с вами обсудить. Для меня, на мой взгляд, самыми мерзкими в этой Кадыровской тусовке являются именно муллы. Я всегда это говорю. Это вот прямо такая самая, что ни на есть, мразота. Нет никого более омерзительного, чем они. Даже вот в этом ассортименте всякой мерзости, даже среди них есть те, кто вот наиболее омерзительный. Это, я даже не знаю, с кем этих людей, с чем этих людей сравнивать. И вот одним из таких людей, из подобных мулл, является Аюб Хатаев. Вот так вот он выглядит. Это бывший мулла, можно сказать, у Масхадова. Он находился в рядах наших муджаидов, находился рядом с Масхадовым и читал им проповеди. И вот давайте посмотрим, какие проповеди он читал, находясь рядом с Масхадовым. ДЕЛИКА ДАКЕЛХШК�� deserves девя الم provincial. Он говорит, что этот человек говорит, что он продавит себя. Это может быть внутренне жительный бендо. Чтобы не было otra, что возможно предпринимать. А потом они были длительные публики. Вот этот был, но это был чубный житель. Кому suo богу, как и в агенте... На это они его дать. Он в терпевле керси. Он в письмной и немножко керси. Адддин в такой житель, В такой же беде, Вот такие вот проповеди читал Аюб Хаттаев для наших муджаидов. Он говорил им о том, что смерть муджаида, она очень легкая, подобно укусу комара, он не чувствует боли. Призывал этих своих товарищей к тому, чтобы они не боялись смерти в сражении. Он говорил о том, что хочет установить на нашей земле мусульманское государство и хочет искоренить российские законы на нашей земле. Но после этого он перешел на сторону России и сейчас он доволен российскими законами на нашей земле. Все те люди, которых он призывал умирать, не бояться смерти на этом пути, в борьбе, все эти люди погибли, находившиеся тогда рядом с ним. А он живой и на днях он дал интервью все тому же журналисту Чикатерка Грязный, которому дал интервью в свое время, вот совсем недавно, Шаа Турлая. Это, конечно, омерзительное интервью, как и оба участвующих в нем лица. Очень отвратительную ложь озвучивает этот человек. Он говорит, что наши полевые командиры, наши выдающиеся эмиры, что они, находясь в лесу, строили себе из итальянского кирпича дома на равнине. При этом, конечно же, они не называют имена никого, ни одного человека они не называют, потому что это ложь, она сразу всплывет. Нет ни одного человека, кто, находясь в лесу, воюя с оккупантом, строил бы какие-то дома из любого кирпича, где бы то ни было. Понятно, что это ложь. В этом интервью очень много лжи, но здесь нужно просто обратить внимание на вот этих просто омерзительнейших людей, лицемеров конченых. Он говорит своим товарищам тогда в лесу, он говорит, что хочет, чтобы они все вместе были воскрешены в день суда. Он тогда хотел, якобы, воскреснуть вместе с ними и вместе с ними быть в раю. Представляете, теперь все эти люди, которым он это рассказывал, их всех нет. Иншаллах они будут воскрешены все вместе и они будут в раю. Но этот лицемер, его с ними не будет. Не воскреснет он с ними и не будет он с ними в раю, Иншаллах. Потому что он лицемер. Находясь там, в лесу вместе с ними, он этими речами побуждал их к тому, чтобы они не боялись и чтобы они погибали в этой борьбе. Затем сам ушел на сторону России и сегодня хвастается тем, что он наконец-таки построил у себя в селе дом и все у него хорошо. Он теперь, видите ли, работает, никто его не притесняет. Конечно же, никто тебя не будет притеснять, пока ты будешь вот в подобных лживых передачах сниматься и обливать грязью Масхадова, Басаева и тех, кто были с ними, наших героев. Вот у тебя будет все нормально. Российская власть будет тебя любить и будет всячески тебе помогать, чтобы ты мог себе строить дома, покупать себе машины и жить себе припеваючи. Но вот не воскреснешь ты уже с этими героями и не будешь ты с ними в раю, Аюхатаев. Ты потерял эту возможность. Как и Шаа тоже потерял эту возможность, когда ногу свою отправил в рай, но она тоже где-то на полпути у него зависла. Так что вы, конечно, строите друг друга. Я хочу, чтобы вы, зрители, обратили внимание на одно обстоятельство. Когда Шаа или вот этот Айхатаев, или любые находящиеся сегодня рядом с Кадыровым, бывшие представители Ишкерии, когда они говорят о трудностях, которые они переживали, обратите внимание, что всегда, допустим, Шаа говорил, что он в лесу находился. И находиться в лесу было очень тяжело. Там ни одну ночь они не провели, они нас тут осуждают, а вот мы там жили в лесу, это было очень тяжело. Он говорит. Этот Айхатаев говорит то же самое о тяжелой жизни в лесу. Они не называют никаких боестолкновений известных, потому что они в них не участвовали. И я сейчас не хочу принизить тех людей, которые, допустим, не участвовали в каких-то серьезных боях, позиционных войнах. Но действительно, на самом деле, жизнь в лесу, она очень тяжелая, в этом нет сомнений. Но вы должны понимать, что здесь есть люди, участвовавшие в боях за Грозный, участвовавшие в выходе из Грозного, участвовавшие в переходе через Улускерт из Шатоя на восток и уничтожавшие псковский десант. Здесь есть люди, участвовавшие в переходе из Шатоя на запад, которые были затем заблокированы в Комсомольском. Прошли этот Комсомольск, участники этих боев. Здесь есть ветераны очень серьезных битв, вошедших в историю, известных. И этим людям смешно, когда такие, как Шаа Турлаев или вот этот Айхатаев, рассказывают о их тяжелой жизни в лесу. Понимаете? Поэтому, да, конечно, это нелегко жить в лесу, но они должны были постыдиться говорить об этом, просто зная, что здесь есть живые ветераны очень серьезных битв, которые и не снились ни Шаа, ни Хатаеву, ни Хамбиеву, ни подобным им предателям. Понимаете? Шаа был охранником Аслана Масхадова, он не видел никаких битв, он не участвовал в позиционных войнах. Хоть он говорит, я там в Первую войну, во Вторую войну, да, но ты был телохранителем, ты не был ни в одной серьезной битве, ты не участвовал, а если участвовал, то опроверь мне меня, назови. Даудов рассказывает сказки о том, что он выходил из Грозного через Ермоловку, он лжет, он не выходил, он не участвовал в этом выходе, ни в этом выходе, ни в переходе из Шатоя на Восток с Басаевым и Хаттабом, он тоже в этом переходе не участвовал. А если участвовал, пусть опровергнет меня, пусть приведет свидетелей, кто засвидетельствует, что он там был, только свидетелей заслуживающих доверия. Поэтому я хочу, чтобы молодежь, которая не совсем разбирается в этой теме, чтобы вы ориентировались. Когда вам говорят о тех трудностях, которые они испытывали, да, это нелегко, здесь я соглашусь, я, например, никогда этих трудностей не переживал, но здесь есть люди, которые в миллион раз большие трудности пережили. Ша потерял ногу, здесь и люди, которые потеряли обе ноги, потеряли руки, ноги, глаза, имеют очень серьезные ранения, участвовали в позиционных войнах, держали позиции, понимаете, участвовали в выходах, в переходах. И этих людей Ша не удивит своими рассказами о том, как ему тяжело было жить в блиндаже, в лесу, рядом с Масхадовым. А этот Хаттаев, он вообще такие омерзительные вещи рассказывает, что, мол, там Аслан Масхадов любил, видите ли, роскошь, комфорт, и у него была там ванна специальная в лесу, ему из мелочи там приносили воду, и он там, видите ли, принимал ванну. И самое смешное, когда он упрекает сына Аслана Масхадова, он говорит, вот Аслан Масхадов там выложил, точнее, Аслан Масхадов выложил видео со мной, назвав меня лицемером, говорит Аслан Масхадов, он хочет, чтобы я охранял его отца, а он сам жил бы в Европе. Ты знаешь, Аюб, ты, когда ты закидываешь мусором Аслана Масхадова, от этого ты лучше не становишься. Да, может быть, было бы гораздо лучше, если бы Аслан был рядом со своим отцом, вполне возможно. Но от того, что его не было со своим отцом, от этого ты лучше не стал. Твое предательство от этого оправданным не стало. Почему ты пытаешься выехать из этой ситуации на Анзоре? Анзор по каким-то причинам у него не получилось быть тогда рядом со своим отцом. Я почему-то убежден, что если бы у него была такая возможность, он был бы со своим отцом. Почему-то я в этом убежден. Но сейчас речь не об этом. Даже если он целенаправленно не хотел быть со своим отцом. Даже если он очень плохой человек. Даже в этом случае ты-то от этого не оправдываешься. Твое предательство от этого не становится менее тяжким. Ты как был предателем, так ими остался. Ты человек, который призывал этих людей не бояться смерти, сражаться за то, чтобы у нас было мусульманское государство, и у нас не действовали никакие российские законы. Потом ты перешел на сторону России, и сегодня ты довольствуешься этими российскими законами. И поэтому, поскольку ты тогда делал дуа, желал быть воскрешен вместе с этими нашими героями, нашими муджаидами, да помилует их всех, Всевышний Аллах. Поэтому сейчас мы сделаем дуа, чтобы ты теперь был воскрешен вместе со своими новыми друзьями. С Кадыровым, с Даудовым, патриотом этим своим, с Будановым, Шамановым, Путиным. Чтобы все вместе воскресли в Судный день. И чтобы ты вместе с ними отправился туда, куда им определит место Всевышний Аллах. Амин.